Привет, привет, мои хорошие! Добро пожаловать в игрушку Injustice God's Among Us Мобильная версия. Чё это мы в настройках с вами сидим? В общем, я сегодня захожу в Injustice, посмотреть, какие у нас тут интересные испытания, и вижу набор раннего доступа новой Raven из Юных Титанов. Кстати, перед началом записи, как обычно, ребятки, то, что я говорила в мобильной версии, вот только что Mortal Kombat мы с вами прошли парочку испытаний. К сожалению, сейчас я записываю не с привычного микрофона. Для сомневающихся, там кто-то, ребят, писал, а что случилось? Ничего, с микрофоном всё в порядке. Просто сейчас приходится писать со своей обычной гарнитурой с телефона. То есть, ну, иногда у нас бывают такие вот непредвиденные обстоятельства, но не переживайте, всё в порядке. Просто пару роликов пришлось с него записать, поэтому прошу прощения, если звук не очень, потому что немножко я вот вижу, что глючит у нас ролик испытания Мартохи был нормальный. Там, где мы паки открывали. А вот, точнее, нет, он там был тиховат. А, допустим, ролик, где мы с вами смотрели Сайрекс, он там уже звук был, по-моему, более-менее. Но здесь, по-моему, опять какие-то глючки, поэтому, ребятки, сори. Ну что, давайте попробуем сейчас купить, посмотреть, что же это у нас за Raven в магазин. Что у нас это за карточка будет такая? Teen Titans Raven Early Access Pack. Как обычно, 20 долларов. Смотрите, у меня получается в Мартухе 70, тут ещё 20-ник. Вот как легко потратить деньги. Ну что, давайте откроем ранний доступ, получим, и посмотрим, что это у нас за карточка. А вот и наша новая карточка, дорогие друзья. Значит, что мы с вами сейчас получили? Азарт Raven, Arella Raven, Юные Титаны Raven, сама карточка. Триган, по-моему, если я правильно прочитала. Raven. И что это у нас? Азаратский плащ. И всё получается, да? Набор усиления и сама карточка. Вы сделали покупку, спасибо. Да, пожалуйста. Так, давайте-ка перейдём, посмотрим, что же это у нас, в принципе, такое интересное. Что же это у нас за Early Access был такой? Так, вот наша Raven. Юные Титаны. Демонические объятия. Шанс высосать 25% здоровья и силы при особой атаке. Raven получает всё высосанное здоровье и силу. Прекрасно. По-моему, довольно-таки интересно. Ага, то есть получается, если мы с вами проводим особую атаку, она получает здоровье и силу своего противника. Я предлагаю немножко качнуть её конец сумерек. Так, давайте качнём первую, первый этот самый её удар. Так, Raven атакует противника мощными ударами когтей. То есть я так понимаю, что это, в принципе, просто у нас будет урон наноситься нашему врагу. Так, хорошо. Как вы видите, тёмная половина и экипировка разблокируются у нас на новом уровне. И смотрите, улучшение доступен в наборах усиления. То есть если мы в Мартухе покупали с вами, допустим, карточку, и она у нас, допустим, ранний доступ с Айрекса мы купили, и могли её потом купить в магазине, то получается, вот давайте сейчас зайдём в коллекцию, в магазин. Мы её можем купить только в паке. Давайте проверим, права я или нет. Так, Raven, 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 Raven. А нет, у нас Raven, смотрите. Действительно. Значит, я оказалась права. То есть у нас в Инжастисе немножко сложнее получить те или иные карточки. Ну, хорошо. Я предлагаю посмотреть, как она у нас в боёвке. Как обычно, предлагаю сражение по сети. Надеюсь, у нас здесь не будет так много глюков, как было у нас с мобильной Мартухой. Кстати, кто не смотрел последнее обновление по Морталу, рекомендую заглянуть, посмотреть. И если вам нравится Инжастис, не забывайте ставить лайк. Так, ну что, смотрим, где у нас наши новые... Наша новая карточка. Так, Raven, кого тебе подобрать? О, смотрите, мы в команду можем взять Шазама. У него примерно те же показатели. Джокер, Найтвинг. Найтвинга, скорее всего, придётся брать, потому что, смотрите, у нас... Хотя можем, в принципе, и Чудо-женщину. Ну, пусть будет Чудо-женщина. Так, ей мы пока что ничего дать не можем. Raven тоже... О, этот Шазам тоже низкого уровня. Хорошо, поехали. Я думаю, что мы начнём с вами, наверное, с трёх битв. Давайте найти противников. Попробуем со стандартной, потом качнём нашу Raven и попробуем посмотреть эпическую битву. Так, ну что, кто у нас сейчас будет? Значит, против нас флэш, зелёная стрела и зелёный фонарь. Прекрасно. Попробуем сейчас с ними сразиться. Так. Ну что, попробуем свайпами, как ребята часто нам советовали. Ох ты ж, ё-моё. Ну, флэш, как вы видели, он у нас мощнее, наш Рейвен. Но она тоже, в принципе, неплохо бьёт. Так, посмотрим первый её приём. Так. О. Ага, то есть у нас, получается, надо... Так. И мы ничего не смогли сделать. Ладно, давайте поменяемся на Шазама. О-оу. Лишение есть. Ну, понятное дело. Так, а ну иди сюда. Стой. Подождите, а у неё, получается, снова есть первый приём? Так, окей. Есть. Ага, смотрите-ка. Значит, что я уже вам могу сказать? О-оу. Смотрите, мы, получается, нанесли урон нашему врагу. А ну-ка, давайте ещё раз посмотрим. И мы высасываем его силу. Так. Давай, давай, давай. Нокаут. Удачи. Так. Ставим нашу чудо-женщину. Чит богов. Прекрасно. Прекрасно. Стоп. Стоп. Тихо. Берём Шазам. Вот что я не люблю от этих всех персов, что приходится... Мой самый нелюбимый приём не носить. Нет, чтобы просто тапать по экрану. Так. И переходим на Рейвен. Давай. Давай, красавица. Ещё раз нанесёшь. Покажешь нам первый приём. Есть. Победа. По-моему, очень-таки неплохо она сражается. Так. Смотрим. 3-480. Сколько у нас уже будет сейчас? Третий уровень. Прекрасно. Победа. 340 золотых. Спасибо большое. Отлично. Пошли дальше. Так. Кто у нас будет второй? Режим флэш. Чёрный адом. Зелёная стрела. А как у нас у персов? Ну, у персов, в принципе, довольно-таки неплохо. Кстати, опять у нас глубокая ночь, и у меня, по-моему, уже сел голос. Эх, Абрам. Ну, сейчас будем смотреть. Смотрите, опять у нас флэш попался в противниках. Давайте попробуем, как она тапами дерётся. Ну, тоже неплохо. Так, свайпаем. Давай, 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 родная. Давай, 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 давай. Ага. Не смогли мы с вами, да? А нет, смогли. Смотрите, неплохо так здоровье себе восстановили. Тихо, тихо, тихо. Уважаемый. Так, а он у нас ещё и прикрылся. Давай. Давай, 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 давай. Стоим. Только не надо ее, пожалуйста, сейчас выносить. Давайте поменяемся. И нападем с помощью нашего Шазама. Стоп. Стоим. Так, давай, 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 товарищ. Пока наша мадам накопит себе второй прием. Тихо, тихо, тихо. Тихо, стоп. Нападаем. Стоим. Нападаем и стоим. Знаете, у нас такая вечная тактика, что в Мортале, что здесь. Иди сюда. Кстати, кто спрашивал, какая гарнитура, через что я пишу, это обычная гарнитура Apple. То есть ничего такого необычного. Так, переходим. Переходим на нашу Рейвен, она нам все-таки интереснее остальных пирсов. Так, давай, 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 давай. Давай. Готово. Этого мы вынесли. Ну, у нас сейчас этот товарищ, скорее всего, вынесли. Или мы его вынесли. Прекрасно. По-моему, это супер. Нет, в принципе, интересная карточка. Неплохо так сражается, как вы видите. Мы уже какой левел там достигли? Так. Сколько там у Рейвен? А, у Рейвен четвертый левел, смотрите. И, значит, мы сможем с вами... Когда сейчас пройдем третью битву, открыть ее второй прием. И лично мне будет очень интересно его посмотреть. Так. Чуть-чуть. Эээ. Женщина-киска, ведите себя прилично. Так. Конечно, крайне неудобно. Одной рукой нужно держать микрофон. А в это, гарнитурный. А второй пытаться что-то, еще какой-то прием нанести. Как вы думаете, сейчас мы получим восстановление? Угу. Размечтались. Чего мы с вами не получим? Слушайте, мне флеш уже не нравится. Он у каждого здесь нашего противника. Стой. О-о-о. Не надо, не надо. Я же хочу за Рейвен поиграть немножко. Не. Плохо сделали. Плохо, плохо, плохо. Далеко находится. Видите? То есть она далеко. И мы, получается, просто сейчас потратили в пустую наш первый прием. Хотя она, по-моему, у себя восстановила энергию. То есть она восстанавливает, независимо от того, наносит он на урон или нет. Но если она выполнила... Ого. Получается, если она выполняет первый или второй свой прием коронный. Ну, скажем так, назовем его. То, получается, она у себя восстанавливает... О-о-о-о. А вот это уже неплохо. Точнее, наоборот, это очень-очень плохо. Стой. Чувак. Давай вот так тебе вынесем. Можем сейчас переключиться на нашу Чудо-женщину. Если, конечно, мы с вами успеем. О-о-о. Нокаут. Вот, хотя бы на Чудо-женщину переключились. Так, давай. Ты у нас как-то сегодня вообще не сражалась. Хотя мне интереснее за Ривен. Давайте на нее. И попробуем еще раз. Вроде она рядом стоит. Первый прием. Второй прием. Победа. Прекрасно. Но, как вы видите, шанс 25%. То есть, мы снова не смогли ничего из нее... Ну, с помощью нашего персонажа ничего выкачать. Хорошо. Что вы мне сейчас скажете? Бонус. Мы с вами прошли битву. Отлично. Вы заработали новую карту экипировки. Супер. Спасибо вам большое. Так. Ну, смотрите. Получается, первый прием у нас довольно-таки мощный. И он дает нашей Ривен возможность с шансом 25% восстановить ее здоровье и силу. А также он у нас получается такой, знаете, двухуровневый. То есть, допустим, если у нашего противника мало здоровья, то, получается, она может его добить одним, ну, половинкой первого удара. А второй половинкой уже на второго нападающего. Так. Заходим. Значит, у нас открылась экипировка. Что в тебе такое? А, вот у нас этот плащ. Увеличение набора силы на 8%. 20% вероятности вампиризма при второй особой атаке. И 20% нанесения критического удара при второй особой атаке. Хорошо. Так. Хорошо. Значит, нам нужно сейчас, в принципе, перейти на вторую атаку. Давайте разблокируем еще один... Еще один слот. Чтобы тебе туда добавить... Так, смотрите. Усиление урона основных атак на 50%. Ну, это Найтвингская палка из скрима. Мы можем ей дать, потому что, в принципе... Что у нас тут есть еще интересного? Черное кольцо. Усиление урона на 5%. Усиление урона второй атаки. Это неинтересно. Странный эликсир. Увеличение максимального здоровья на 8%. Ну, вообще интересно. Ну, давайте вот эту штуку дадим. Так. И сейчас с вами откроем второй, получается, ее прием. Темная половина. Рейвен бьет врага сверхъестественной энергии и выпускает демона для сокрушительного удара. О, знаете, вот это уже интересно. Так, значит, второй прием у нас все время стоит 3000. Знаете, мне это нравится, потому что в Мартухе, по-моему, там цена растет. Когда мы с вами прокачиваем приемы персонажа. Так, хорошо. Ну, смертный грех, я думаю, мы сегодня не сможем с вами посмотреть. Скорее всего. Так, мне кажется, надо изменить нашу группу. 2700. Кто нам подойдет с такими показателями? Ну, поехали. Не тормози. 2700, 2700. Ну, смотрите, с другой стороны, как мы можем кого-то другого взять? У нас есть, правда... Давайте возьмем Супермена, что ли. Он как-то более-менее сравняет их всех. Потому что Чудо-женщина, как вы видите, она не сильно прокачивается. Кстати, кто еще... Это я сейчас вам быстренько покажу. Еще у нас сейчас идет испытание Джокера из отряда Самоубийц. Поэтому, если вы не успели его выбить, советую пройти испытание. Вот я уже прошла самое простое. Добавила себе еще одного Джокера. Ну, вот у нас сложность эксперт. Но возвращаемся, посмотрим еще Рейвен. Это так, знаете, короткое отступление лирическое. Я предлагаю сейчас пройти пять битв. Попробуем пройти ее. Так, вот давайте, эпическая битва. И когда мы с вами пройдем эпическую битву, посмотрим первый еще раз, второй прием. Рейвен, посмотрим, как она сражается. И уже подведем итог. У нас будет такой коротенький роличек. Как вы видите, мы с вами сейчас что в Мартухе, что в Инжастисе смотрим персов. Что у них интересного? Так, беги. Поехали. Так, давай. Рейвен. Рейвен, давай. Мы же тебя не зря покупали. Что-то, смотрите, она довольно-таки медленно атакует у нас. Стоп. Нет. Нас лишили уже с вами силы. Хорошо, меняемся. Надо, чтобы Рейвен хоть немножко сил подкопила. Так, давай, Шазам. Стой. Вот мы сейчас с вами сугубо свайпами играем. То есть, в принципе, я стараюсь даже не тапать по экрану. Так. Стоим. Пусть Рейвен все-таки действительно подкопит немножко себе тех самых приемов. Потому что я действительно хочу посмотреть ее второй прием. Так, стой, чувак. Я-то думала, что у нас уже... О! Так, давайте, ну что, попробуем? Иди сюда. Ага. Ого. Смотрите, у нас действительно... Ааа. Демонические объятия. Значит, мы с вами смогли восстановить себе силу. И получается... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Они успели поменяться. Блин, жалко. Стой. Ааа, вот. Вот то, что я вам сказала в конце той битвы. То есть, допустим, первого мы с вами вынесли. И второго сразу же смогли вынести. Чудесненько. Чудненько. Хорошо. Поехали дальше. Награды за матч. Спасибо вам большое. Далее. Так. Мне Рейвен, знаете, начинает все больше и больше нравится. Флэш 3. Найтвинга и женщина-киска. Я знаю, что она женщина-кошка. Но женщина-киска забавно звучит. Поехали. Заметьте, ребятки. У нас практически, по-моему, у каждого нашего противника есть флэш. Тупо успели заблокировать. Успели успели. Тихо-тихо-тихо, родная. Что же нам сегодня не везет? У нас просто все пытаются вынести нашу несчастную Рейвен. Так. Шазам. Давай. Вынеси женщину-кошку. Вынеси, пожалуйста. Так. Стой. Стой. Просто стой. Тихо-тихо-тихо. Стой. Так. Мадемуазель. Не распускайте тут свои лапы. Я вас хочу утихомирить. Вам нужно принять успокоительное. Так. Мне, кстати, писали, ребята, что этот Супермен в Инжестисе один из самых таких медленных персонажей. Так. Давайте сейчас пусть Найтвин на нашем Супермене использует свой первый прием. А мы теперь делаем хоп. Давайте посмотрим, как он выглядит. Ого. Слушайте. Смотрите. То есть мы, получается, вторым приемом смогли вынести сразу же двух персов. Зачетненько. Честно вам скажу. Очень интересно получается. Так. Хочу еще посмотреть второй прием. Давайте мне следующего оппонента. Так. Кто у нас сейчас? Джей Гейзо. Девстроук, Аквамен и Найтвинг. Ого. Интересно. Но они все, смотрите, 2.5, 2.4, 2.8. Ну, а у нас, получается, Рейвен. Надо перезарядиться. Так. Ого. Закрыть. Поехали. В бой. Постараемся сейчас как можно скорее накопить наш этот самый прием. Тихо, 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 тихо. Все же лучше, конечно, использовать. Да слушайте, я его бью, а он меня первым успевает атаковать. Стоим. Так. Отлично. Стоим. Блокируем, блокируем. Стоим. Блокируем. Смотрите. Это наш стандартный вариант из Мартухи той же. Ударили. Блокируем. Так. Попробуем еще. Вынесли. Ага. Действительно, ребятки, у нас получается, нашим вторым приемом мы можем... Да. Нас вынесли, пока я говорила. Так вот, нашим вторым приемом мы элементарно можем двух врагов уничтожить. На мой взгляд, это действительно очень круто. Смотрите, у нас победа просто мгновенная. Так. Эх, не дотянули до восьмого уровня. Но тоже, по-моему, довольно неплохо. Поехали дальше. Знаете, я как-то даже разыгралась. Кто у нас будет следующий? Следующий у нас товарищ по имени Дэтл. И у него Найтвинг, 2800. Режим Убийца Мороз, 2200. И Соломон Гранди, 2400. Красный сын. Знаете, мне он больше, этот перс очень забавляет. Соломон Гранди. Ну, так забавно смотрится. Так. Хорошо, товарищ. Мы сейчас тебя тоже вынесем. Поехали. А, так смотрите. Мы даже потом можем с вами бонусно... Так, поехали. Стоп. Блин, не успела заблокировать. Так, вот смотрите. Наша стандартная тактика. Бей. Меняемся. Потому что я знаю, что у Найтвинга первый его прием, он у нас получается, забирает энергию. Так, родная, ты у меня не хочешь? Первый прием нанесла. Давай, отдыхай. Так, давай, 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 Рейвен. Покажи свой... Хочу твой второй прием еще раз. Тут, получается, второй прием можно носить издалека. Вампиризм. Очень даже таки неплохо. Так. И окажется, что сейчас на нас Гранди может использовать Гранди свой прием. Гранди прием. Стоим. Вот, смотрите. Реально Супермен один из самых медленных персонажей. Хоть я и не так давно играю в Инжастис, но... Так, давай. О, не удалось. Не успели с вами заблокировать. Вот, давайте еще раз первый прием. Она, получается, им вынесла. И постараемся... Давай, 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 давай. Ну, неплохо так. Попробуем. Не успели. Я думала, всеми приемами нашими добить. Нашего товарища. Так. Бей, 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 бей. Угу. Это я хотела, чтобы... Так, давайте тогда Рейван, пусть у нас... Не сможет, наверное, на его приделать. Так, давай. Видите, первый прием мы тупо с вами сейчас... А-а-а. Хотя нет, первый прием мы все-таки смогли добить. Все-таки он не только действует на расстоянии. Окей. Награды за матч. Победа. По-моему, это у нас только четвертый, да, был? К сожалению, ребятки, интернет сказал бай-бай, и нас вынесло просто. Ну, ничего страшного. Я предлагаю сейчас пройти еще коротеньких три битвы, посмотреть еще внимательнее на нашу Рейвен, так как у нас, в принципе, ролик ей посвящен. И уже тогда сделаем с вами перерывчик, ну и, конечно же, подведем итог. Так, Думсдей, Бейн и Джокер. Окей. К сожалению, пока что ничего, нашу Рейвен нельзя было качнуть. Так, поехали. Знаете, мы, наверное, практически против всех Рейвен нашу посмотрим. Только Бэтмена у нас еще не было. И против Супермена ее не видели. Стой, родная, давай. Давай, 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 давай. Есть. Слушайте, смотрите, вообще без приемов смогла вынесли. Уважаемый Джокер. Так. Не-не-не-не-не-не-не. Заблокировали, и это очень хорошо. Вау. Как же классно смотрятся эти приемы. Так. Давайте попробуем еще и первым его. Давай, 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 давай. Есть. Ну что, давай, родная. Ох, ничего себе, он нам урончик на... Есть. Вынесли. Ну, смотрите, с помощью одной Рейвен мы ни на кого не переключались. Не смогли неплохо так вынести всех. Награды, победа. Отлично. Далее. Вот сейчас далее у нас нажимается. И это меня не может не радовать. Следующее. Грин Крейв. Аквамен. Ох, какой Бэтмен. Слушайте, я такого Бэтмена еще не видела. Ну, я понимаю, что те, кто постоянно играют в Инжастис, наверное, его видели, конечно, много раз. Но я так понимаю, что я тут много нового и интересного для себя буду открывать. Так, давай. Грин Крейв. Простите, пожалуйста. Так. Попробуем первым приемом. Первый прием, смотрите, тоже... Ох, ничего себе, какой у нас... Слушайте, мне кажется, что мы особо против Бэтмена не сможем сейчас попереть. Давайте поменяемся. Пусть он у нас первый прием использует. Стой. Не надо так делать. Так. Поехали. Давай, 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 давай. Стоим. Стоим. Джокер сейчас. Ну, у нас, слава богу, блок был. Давай, Шазам. У тебя получится. Я в тебя верю. У меня иногда получались боевки. Он, получается, ты его бьешь. Своего врага. Ага, есть. Пусть он сейчас на нас использует свой прием. Мы сейчас используем Шазама и переключимся на Рейвен. Есть. И давай второй прием. Есть. Вынесли. Победа, дорогие друзья. Нокаут. Даже такого вот Бэтмена смогли вынести. И у Рейвена у нас уже девятый левел. Может, сейчас даже до десяточки качнем. Далее. И последний. Кто у нас будет последний враг? Хэмбой 333. Супермен. Харли Квин. И женщина. Кошка. Кстати, у нас уже у Рейвена 4000 урон. Она неплохо таки качается. Так, пошли. Давай, дорогая. Вот мы уже против... Смотрите, мы и против Бэтмена, и против Супермена с ней просражались. И у нас даже сейчас будет Харли Квинн из отряда самоубийц. Стой, чувак. Стоим. Не-не-не-не-не. Не надо было так делать. Давай же. Бей его. Лупи. А, он начинает восстанавливать здоровье. Точно. Я забыла, что наш тюремный Бэтмен... Тюремный Бэтмен. Успеем, успеем, не успеем. Вроде заблочила. Так. Вампиризм. Вынесли. Но я боюсь, что сейчас нам Супермен покажет Кузькину. Мать, стой. Все. Вынес. К сожалению, он нас вынес. Мы не смогли сразиться с вами с Харли Квинн. Ну, наша Рейвен не смогла. Стоим. Меняемся. Так. Харли, веди себя прилично. Тупо зря потратили прием. Слушайте, ну это называется, знаете, обломчик. Я боюсь, что сейчас нашего Супермена, скорее всего, вот так вот вздрючит. Причем очень даже неплохо. Так, а ну давай. И не смей прикрываться. Меняемся. Давай, 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 давай Мы с вами молодцы. Есть. Рэйвен дойдет мне и не дойдет до 10-го, к сожалению. Но будет у нас на 9-м. Я думаю, что вот такой у нас получается короткий обзорный ролик. И пора нам с вами подвести итог нашей новой карточки. Давайте перейдем сейчас к Рэйвен. Посмотрим, что же она у нас из себя представляет. Я вам расскажу, как мне она. Вот мы с вами, получается, несколько боевок прошли. Получается 3, почти 5 и 3. Ну, не надо мне сейчас подключаться. Давайте тогда перейдем к коллекции. Где-то у нас есть. Юные Титаны Рэйвен. Краснитесь для просмотра. Ну что, друзья, значит, сегодня у нас был обзор на карточку Юные Титаны Рэйвен. Демонические объятия. Значит, что я могу сказать. Первый прием довольно интересный. Он получается таким двойным. И на протяжении ролика мы с вами смогли с его помощью вынести двоих персонажей. Точно так же мы можем с его помощью второго приема вынести двоих. И он таки довольно мощный. Вы видели, что мы спокойно с помощью второго приема могли элементарно выносить двух довольно-таки сложных персов. Также у нас, получается, есть шанс высосать 25% здоровья и силы персонажа, на котором мы атакуем первым или вторым приемом. Ну, любой особой атакой. Поэтому мне кажется, что карточка довольно интересна. Насчет, стоит ли вам ее покупать за 20 долларов, ну, честно не скажу. Мне кажется, что лучше вам стоит подождать испытания. Вы ее выбейте, поиграйте. И тогда уже сможете решить, как она вам. Лично я считаю, что, в принципе, карта неплохая. Напишите в комментариях, пожалуйста, как она вам. Будете ли вы проходить ее испытания. И не забывайте, у нас уже будет ждать больше роликов по Инжастису. Не забывайте ставить лайк, если ждете больше интересных роликов по этой игрушке. А я желаю вам всем хорошего настроения. Спасибо большое, что смотрели. Хороших выходных. Хорошо отдохните. До новых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok